Ребята хотят попасть на производство, познакомиться с наставником и обрести практические навыки. Мы понимаем этот вызов и слышим от руководителей предприятий и от нашего бизнеса важность этой работы. Для разрешения ситуации кардинально меняется подход к образовательному процессу в колледжах и техникумах. Главная цель – качественно и за короткий срок подготовить квалифицированные кадры и обеспечить их работой. Теперь бизнес и промышленные предприятия принимают непосредственно участие в подготовке специалистов, как говорится, под себя. Для того, чтобы подготовить такого специалиста, необходимо учитывать требования работодателя, то есть конкретного предприятия, на котором студент, наш выпускник будет потом работать. И в этой программе предусматривает, что работодатель должен принимать участие в подготовке. Работодатель обеспечивает практику, участвует в одобрении образовательной программы, предоставляет средства на учебный процесс, принимает квалифицированный экзамен. Так, 90% выпускников Одинцовского техникума были трудоустроены, едва окончив обучение. Здесь ребята получают самые востребованные профессии. Сейчас у нас проходит конкурс аттестатов, и средний балл аттестата поднимается в наше время, сейчас 4,4-4,6. Ребята проходят такие испытания, такие профессии, как информационная система и программирование, как на автомеханика. Платное обучение также у нас. Всего лишь у нас 25 бюджетных мест. Те ребята, кто не поступают, не проходят на бюджет, они, естественно, идут платно. Все свои навыки ребята оттачивают на специальных макетах. Запустить целую котельную, правда, в миниатюре пробует каждый студент. У нас новейшее оборудование здесь на данный момент, то есть электронная котельная, которую можно запускать как по месту, так и дистанционно. В зависимости от того, какая вентиляция, обсчитываем расход газа, который необходим для нагревания воды. С такими навыками специалистов Одинцовского техникума с радостью ждут в Мособлгазе, в Управлении жилищного хозяйства, в Одинцовских теплосетях и на других предприятиях. На сегодня главная задача учебного учреждения – вступить в федеральный проект «Профессионалитет» и развиваться в этом направлении. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.